Всем привет! Это ножик Enlan M07. Сейчас попробую разобрать, поставить две шайбы одинаковые латунные, и почистить от ржавчины. Там есть в некоторых местах ржавчины, и клинок у него не по центру. Чайник. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, как он ржавый. Ладно, сейчас доразбираю его, пока ставлю на паузу. Итак, нож полностью разобран. Смотрим. Ну вот этот нормальный, более-менее. А хотя бы не, вот с этой стороны ржавчину мы видим, вот. А вот здесь вот вон сколько ржавчины. Здесь какая-то вмятина непонятная, вот. Вот клиночек. Тоже ржавчина есть. Итак, сейчас буду отчищать всё от ржавчины. Вот есть шкурочка такая, нулёвочка. Сейчас попробую ей. Видно, не видно, вроде видно. Так, слегка... То есть не так уж и много ржавчины тут, но слегка небольшим нажимом можно её отчистить. Ладно, ставлю на паузу пока. Так, в общем, очистил я всё от ржавчины. Смазал маслом специальным от ржавчины. Вот оно, маслица. Ещё осталось от армии. Немного там ещё есть. Придавали в армии, чтобы автоматы смазать. Как раз для смазки автоматов и предотвращения от ржавчины. Так. Вот, нашёл две латунные шайбочки. Чуть зачистил их, чтобы они блестели. Это там была одна вот такая фторопластовая, а вторая латунная. Не знаю, почему они так сделали. Так, и сейчас ставлю на паузу. Так, вот я сейчас сходил и открутил вот этот шпенёк. Не знаю, нужен он, не нужен. Он всё-таки загораживает часть рабочей режущей кромки. Может, без него и удобнее будет. Не знаю, вот, кто может поставлю. Но пока без него. Однорукое открывание. Нужно оно, не нужно. Отверстие это прочистил. И так, продолжаем собирать. Что там было-то, я уже не помню. Ни разу до этого ножи не собирал и не разбирал. Так, это было здесь. Здесь вот лучка с резьбой. И здесь тоже самое с этой стороны. И это очень, очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Не до конца. Окончательно уже при сборе подтянем. Так, вроде лучше видно, да? Надо чуть-чуть отдалить, чтобы не выходило из кадра периодически. Итак, что дальше у нас? А дальше у нас вот что. Дальше идёт осевой. Внутри у него есть немного фиксатора резьбы какого-то. Он проходит вот с этой стороны вот сюда. Так, ещё немного смазываем его. Так вот. Найдём шайбочку. Вторую шайбочку. Так, туда ещё тоже смажем. Всё-таки смажем. Не пожалеем. Масло хоть и кончается, но ради такого дела не пожалеем. Теперь вот это сюда. Да. Так. 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 Вот здесь вот туго очень входит. Ладно, я пока ставлю на паузу, потом продолжу. Ну вот, наконец-то я её вставил. Это заняло немного времени, потому что входило очень плотно. Так, теперь вот эту вторую накладочку ставим. Сразу осевой. Не затягиваем пока. Продолжение следует... Теперь затягиваем осевой. Затянули, посмотрим. Ну-ка, ослабим. Итак, подзарядил я немного аккумулятор. И вот собрал я этот ножик. Вот этот шпенёк я убрал. И так он нормально открывается. Нормально закрывается. Закрывается, закрывается. Единственное, что пришлось найти две латунные шайбы разных диаметров. Я понял, почему была одна больше, другая меньше. Потому что этот вот лайнер-лок, эта вот пружинная часть лайнера не могла вот туда вот до конца нажаться. Потому что шайба выпирала за пределы клинка вот здесь вот. И лайнер не мог нажаться. Вот фокус есть, да? Вот. Нельзя было полностью отогнуть, чтобы закрыть. Вот. Поэтому сейчас у меня две латунные шайбы. Но одна вот эта вот, с этой стороны, чуть меньшего диаметра. А вот та, которая здесь, чуть большего. Ну, в общем, то же самое, что у них было. Только у них была меньше эта латунная, а большая фторопластовая. Ну, и смотрим клинок. Самое главное, что? Клинок у нас сейчас полностью по центру. Вот. По центру. А был не по центру. Ходит легко. Я всё смазал от ржавчины. Отчистил. Закрыли. Так, раз. Открыли. Закрыли. Открыли. Всё отлично получилось. Так, этот шпенёк можно прикрутить при желании, поставить на место. Но я думаю, он не очень-то тут и нужен. Он, наоборот, загораживает часть эффективной режущей кромки, поэтому, наверное, без него даже лучше. Итак. Вот мой первый ножик. Разобранный и собранный. И вроде как удачное. Это всё было дело. Всем пока. Пока.